Коренёвский карьер вновь стал местом проведения масштабных турниров. На водоеме прошел Кубок чемпионов Swim Cup. Это первая в России международная серия соревнований по плаванию на открытой воде. С организаторами и участниками спортивного проекта познакомилась моя коллега Луиза Егезарян. На пляжной зоне Коренёвского карьера так многолюдно не было давно. 250 спортсменов из различных уголков России приехали, чтобы посоревноваться за звание самого лучшего пловца. Больше всего участников из Москвы. Среди них как любители, так и профессионалы. Прекрасный настрой. Надеюсь на очень хороший результат, потому что сегодня я как раз открываю этот сезон открытой воды для себя. И в принципе, то есть, вот, и прям, конечно, сердце бьется, очень волнуюсь. Перед стартом участники облачаются в специальную экипировку. На плавательный костюм устанавливают чипы для того, чтобы отслеживать и фиксировать время у каждого спортсмена. Соревнования будут проходить по трем дистанциям. Три километра участники плывут, два километра плывут и самая короткая дистанция – это один километр. С момента старта до момента финиша будет отсчитываться время. Соответственно, люди, показавшие лучший результат своей возрастной категории, попадут на пьедестал и получат ценные призы и подарки. Это первый заплыв на открытом водоеме с начала летнего сезона. Температура воды 18 градусов. Спортсменам дают возможность привыкнуть к ней на разминку полчаса. «Прохладненько. Это первый старт в этом году, поэтому мне холодновато. Я в детстве занимался более-менее профессионально, а сейчас просто поддерживаю форму как любитель». Первая группа – это спортсмены, которые выбрали максимальную дистанцию – три километра. Чтобы справиться с задачей, им предстоит проплыть два больших круга. «Пять, четыре, три, два, один». Этот турнир стал восьмым по счёту. За всю историю Кубка чемпионов «Свимкап» более 50 тысяч любителей приняли участие в масштабном проекте. Уже второй год подряд организаторы заплыва выбирают местом проведения соревнований «Коренёвский карьер». Луиза Егязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.